Президент Российской Федерации Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации. Вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков. Те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались румянцев, суворов и ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить героев русской весны, тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Все, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это войны Донбасса, мученики Одесской хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко. Это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой. Это прокурор Луганской республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимугамедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью, храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои Великой России. И прошу подчерить их память минутой молчания. Спасибо. За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее. В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой, как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну. Поставили народа просто перед фактом. Допускаю, что они даже до конца не понимали, чего делают, и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведёт. Но это уже не важно. Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традиции, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в своё подлинное историческое отечество. Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде. А в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас уже в ходе референдумов киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательной комиссии. Запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но не сломленный народ Донбасса, Запорожье и Херсона, сказал своё слово. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Обязательно отстроим разрушенные города и посёлки. Жильё, школы, больницы, театры и музеи. Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, систему социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краёв и областей нашей огромной Родины. Уважаемые друзья, коллеги, сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые участвуют в специальной военной операции, к воинам Донбасса и Новороссии, к тем, кто после указа о частичной мобилизации встаёт в ряды вооружённых сил, исполняя свой патриотический долг, кто сам по зову сердца приходят в военкоматы. Хочу обратиться и к их родителям, жёнам, к детям, сказать о том, за что сражается наш народ, какой враг нам противоставит, кто бросает мир в новые войны и кризисы, извлекая из этой трагедии свою кровавую выгоду. Наши соотечественники, наши братья и сёстры на Украине, родная часть нашего единого народа, своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили своё истинное нутро. После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придётся мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да, это почти произошло. Мы же помним страшные 90-е годы. Голодные, холодные и безнадёжные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире. При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чём всегда мечтали, раздробить наше государство, строить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не даёт покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия – ренту гегемона. Сохранение этой ренты – их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры технологического развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов. Правящие верхушки одни государства добровольно соглашаются это сделать, добровольно соглашаются стать вассалами. Другие их подкупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных и скорёженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Да им всё равно, лишь бы получать свою выгоду. Хочу ещё раз подчеркнуть, именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем неограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведёт против России. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас в колонии, хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа, хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза – наша мысль и философия. Поэтому и покушаются на наших философов. Наша культура для них представляет опасности искусства, поэтому пытаются её запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза. Конкуренция растёт. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам. Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужестве и стойкости нашего народа. Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину. Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сойдёт с рук. Да, всё, собственно говоря, всё исходило с рук до сих пор. Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину. Договорённости, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами. Твёрдые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом. Договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке, под надуманными предлогами, разорваны. Только и слышим со всех сторон. Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовал? Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман – двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано просто. Россия – великая тысячелетняя держава, страна – цивилизация. И по таким подтасованным фальшивым правилам жить не будет. Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет. Кто его не достоит? Почему они так решают? Кто им дал такое право? Непонятно. Сами себе. Вот почему у них вызывают дикую злобу выбор людей в Крыму, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе и демократии у этого Запада нет. Нет и не было никогда. Западные элиты отрицают не только национальную суверенитет и международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеиды. Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны, и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. В живые ярлыки «страна изгоя», «авторитарный жим» уже готовы. Они клеймят целые народы и государства. И в этом нет ничего нового. Ничего нового в этом нет. Западные элиты, какими были, такими и остались. Колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первые и иные сорта. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм, расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру? Чем, как не расизмом, является безапелляционный убеждённый Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира? Кто не с нами, тот против нас. Странно даже всё это звучит. Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях западные элиты перекладывают на всех остальных, требуя и от граждан своих стран, и от других народов повиниться за то, к чему они вообще не имеют никакого отношения. Например, за период колониальной захвата. Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику ещё в период Средневековья. А затем последовала мировая работорговля, геноцид индийских племён в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей. Это противно самой природе человека. Правде, свободе и справедливости. А мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития, для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезнь. Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России, как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать вперёд колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю к взаимной выгоде. Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове. Известно, что неоднократно строились планы интервенции в России, пытались использовать и смутное время начала XVII века, и период потрясения после 1917 года не удалось. До богатств России Запад сумел дорваться, всё-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнёрами, а на самом деле относились как к колонии. Из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы, если это всё помним, ничего не забыли. И в эти дни люди в Донецке и Луганске, в Херсоне и Запорожье высказались за то, чтобы восстановить наше историческое единство. Спасибо. Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам свободу и демократию. Всё с точностью да наоборот. Вместо демократии – подавление и эксплуатация. Вместо свободы – порабощение и насилие. Вместо свободы – весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен. Он лжив и лицемерен насквозь. США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецеденты. Напомню о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной необходимости во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие другие немецкие города. И это было сделано демонстративно, без всякой, повторю, военной необходимости. Цель была только одна, так же, как и в случае с ядерными бомбардировками в Японии – запугать и нашу страну, и весь мир. В США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама – варварскими ковровыми бомбардировками, применением напалмы и химического оружия. До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками. Послушайте, интересно, что это за союзничество такое? Но весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят. Первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство. Приказы и грубые оскорбительные окрики в адрес своих вассалов они называют евроатлантической солидарностью. Разработку биологического оружия, опыта над живыми людьми, в том числе и в Украине, благородными медицинскими исследованиями. Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков. Миллионы людей терпят лишения, издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той же Европы. Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идёт? Под предлогом обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира. Куда идёт? Да всё идёт в те же европейские страны. Там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надевательство и прямой обман. Американские элиты, по сути, используют трагедию этих людей. Для ослабления своих конкурентов, для разрушения национальных государств. Это касается и Европы, это касается идентичности Франции, Италии, Испании, других стран многовековой истории. Вашингтон требует всё новых санкций против России. Большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок. Всё они понимают, эти элиты европейские. Всё понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов. Но это бог с ними, это их дело. Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсии. Невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. Бывает красиво обёрнуто, бывает без всякой обёртки, но суть одна и та же – кулачное право. Отсюда развертывание и содержание сотен военных баз во всех уголках мира, решения НАТО, попытки сколотить всё новые военные альянсы, такие как Аукус и им подобные. Идёт активная работа и над созданием военно-политической связки Вашингтон-Сиул-Токио. Все эти государства, которые обладают или стремятся обладать подлинным стратегическим суверенитетом и способны бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются в разряд врагов. Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и НАТО, требующие ни много ни мало тотального доминирования. Свои неоколониальные планы западные элиты преподносят также лицемерно, даже с претензией на миролюбие. Говорят о неком сдерживании. И подобное лукавство, подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую, а по сути означает только одно – подрыв любых суверенных центров развития. Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны – Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнёры и союзники США. Но мы же знаем, как чего не понравится, они и против союзников вводят санкции. То против одного банка, то против другого, то против одной компании, то против другой. Это же практика и будет расширяться. У них под прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи – страны СНГ. Вместе с тем Запад явно и уже давно выдает желаемое за действительное. Так, затевая санкционный блицкрик против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений. Большинство государств отказываются брать под козырёк, а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией. Такой непокорности Запад от них явно не ожидал. Просто привыкли действовать по шаблону, всё брать нахрапом, шантажом, откупом, запугиванием. И убеждают себя в том, что эти методы будут работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом. Подобная самоуверенность – прямое порождение не только пресловутой концепции собственной исключительности, хотя это, конечно, вызывает удивление просто. Надо обогреть жилище. Всё это важно, о чём я говорю. Но не менее важно и то, о чём только что было сказано. Бумажками никого не накормишь. Продовольствие нужно. И этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь. Поэтому политикам и в той же Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. А тех, кто начинает задавать справедливые вопросы, а, собственно говоря, почему так, немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами. Переводят стрелки на Россию, говорят, вот, мол, кто источник всех ваших бед. Опять врут. Что хочу особо отметить, подчеркнуть. Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного энергетического кризиса, который возник по их вине, именно по их вине, в результате их многолетней политики, ещё задолго до нашей специальной военной операции на Украине, Донбассе. Но не намерены решать проблемы несправедливости, неравенства. Есть опасения, что они готовы использовать другие, привычные для них рецепты. И здесь стоит напомнить, что из противоречия начала XX века Запад вышел через Первую мировую войну. Барыши от Второй мировой войны позволили Соединённым Штатам окончательно преодолеть последствия Великой депрессии и стать крупнейшей экономикой мира, навязать планете власть доллара, как глобальные резервные валюты. А назревший кризис 80-х годов, а 80-е годы прошлого века кризис тоже обострился. Но Запад во многом преодолел его за счёт присвоения наследия и ресурсов, разваливавшегося и развалившегося в конце концов Советского Союза. Это факт. Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы ещё больше ограбить чужие богатства и за этот счёт закрывать, затыкать свои дыры. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на которой всё можно будет свалить или, не дай бог, решат воспользоваться известной формулой – «Война всё спишет». Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает всё, чтобы привести в чувство такие горячие годы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счёте обречена. Но, повторю, что её реальные хозяева будут до конца цепляться за неё. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения всё той же системы грабежа и рэкет. По сути, они плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества, на свободу и справедливость, на то, чтобы самим, самостоятельно определять своё будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи. Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к тому, что сказал. Хочу обратиться и ко всем гражданам страны, не только к тем коллегам, которые в зале находятся. Ко всем гражданам России. Разве мы хотим, чтобы у нас, здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы, был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем с пяти лёжат. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины, якобы существуют ещё некие гендеры. И предлагали сделать операцию по смене пола. Разве мы всё этого хотим для своей страны и для своих детей? Для нас всё это неприемлемо. У нас другое, своё будущее. Повторю, диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы, приобретая черты религии наоборот, откроенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит «По плодам их узнаете их». И эти ядовитые плоды уже очевидны людям. Не только в нашей стране, во всех странах, в том числе для многих людей и в самом Западе. Мир вступил в период революционных трансформаций. Они носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития. Они представляют большинство, большинство мирового сообщества. И готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их. И в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет. А значит, обрести истинную свободу, историческую перспективу. Своё право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс. Во всём мире, в том числе и в Европе, и в Соединённых Штатах, как я уже сказал, у нас много единомышленников. И мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самых разных стран и обществ уже развивается по своему характеру освободительное, антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Его субъектность только будет нарастать. Именно эта сила будет определять будущую геополитическую реальность. Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь. Прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убеждён, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю. Как прежде, уже не будет. Поле битвы, на которое у нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ. За большую историческую Россию. За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание. И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина. Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, связываю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух, его судьба – моя судьба, его страдания – мое горе, его расцвет – моя радость. За этими словами великий духовный выбор, которому более чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков. Сегодня этот выбор делаем мы. Сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда. За нами Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Начинается церемония подписания документов. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Глава Донецкой народной республики Денис Владимирович Пушилин, Глава Луганской народной республики Леонид Иванович Пасечник, Глава Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий, Глава Херсонской области Владимир Васильевич Сальда, Подписывают договоры между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, Российской Федерацией и Луганской народной республикой, Российской Федерацией и Запорожской областью, Российской Федерацией и Херсонской областью, О принятии в Российскую Федерацию Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, и Херсонской области, и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, Исполняется Государственный гимн Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ